МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городской думе продолжают обсуждать корректировку бюджета. Больше всего разногласий вызывает статья расходов на внедрение модулей «Умного Сарова». Напомним, на эти цели хотят направить 62 миллиона рублей. На заседании планового бюджетного комитета депутаты обсудили, на что именно пойдут деньги. 62 миллиона потребуется выделить из городского бюджета на внедрение программно-аппаратного комплекса для реализации проекта «Умный Саров». Большая часть денег, 45 миллионов, это грант за победу в конкурсе на лучшую муниципальную практику. Еще 17 миллионов выделят напрямую с городского бюджета. Что именно входит в эти 62 миллиона, представители администрации объяснили на очередном заседании планового бюджетного комитета. Около 13 миллионов – это непосредственно сам сегмент. 44 модуля, которые планируются к приобретению. Так как у нас нет не исключительных прав, и исключительных прав на этот модуль – это те модули, которые в рамках пилота на протяжении, ну, фактически трех лет разрабатывались РИРом. На базе пилота имеется в виду Сарова. С учетом наших предложений отрабатывались программистом РИРа, отрабатывались также ТКСом, так как у него имелись не исключительные права. Остальную часть денег предполагается направить на видеонаблюдение объектов городской среды, уличной дорожной сети и мест, где часто образуются стихийные свалки, диспетчеризацию светофоров, монтаж умной остановки, установку гидродатчиков. Половину из этих 62 миллионов планируют направить на установку видеонаблюдения в школах и детских садах Сарова. Оснащение образовательных организаций камерами – это не прихоть департамента образования. На сегодняшний день, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, уже на протяжении двух лет, все образовательные организации, вторая и третья категории по объективным оценкам и относящейся к категории объектов должны быть оснащены видеонаблюдениями. Частично школы за счет собственных средств эту работу проводили, но полностью сделать ее не могли. Целиком ни одна школа или сад не оснащены камерами в нужном количестве. Два года департамент образования направлял письма в администрацию, чтобы из бюджета выделили финансирование на эти цели. И после событий в Казани вопрос стал еще острее. У нас на сегодняшний день 45 образовательных организаций, при этом на 67 объектов, потому что у некоторых образовательных организаций по несколько зданий. Соответственно, на сегодняшний день не оснащены полностью ни одно. В каждой образовательной организации минимально по одной, где-то две камеры, у некоторых там по семь, они обеспечены. Есть образовательные организации, которые являются пунктами приема государственного единого экзамена. Это 13, 20 и 16 школы. Там учебные аудитории и коридоры на сегодняшний день практически все оснащены за счет требований, опять же, федеральных требований при проведении ЕГЭ. Эти записи с камер при проведении ЕГЭ хранятся на серверах школ. При установке камер для полноценного видеонаблюдения данные будут хранить на серверах вне образовательных организаций, чтобы в случае чрезвычайной ситуации иметь к ним доступ в режиме реального времени. Когда это концентрируется в определенном одном месте, можно, в принципе, выстроить программный продукт, который бы анализировал появление людей, допустим, и выдавал определенные сигналы. Если идет странный человек со странным поведением, на сегодня программы существуют, которые позволяют идентифицировать на подходе и дать некое сообщение для того, чтобы тот же сторож или охранник был более бдительным, так как вот такая информация, допустим, появилась. Следующий этап – заключение договоров с частными предприятиями, чтобы бабушек на вахте сменили высококвалифицированные специалисты-охранники. Также в планах оснастить школы и детские сады домофонами. Но пока департамент образования обязан установить камеры. Но сделать это за счет финансирования всего проекта «Умный Саров» не обязательно. Действительно, если есть предписание верхних органов, постановление правительства обязанного СБД, да, есть требования по террористической защищенности, они написаны, будем говорить, специалистами в этой сфере, и они должны заполняться. Получается, что называем все это «Умным Саровым», и явно толкаем это все к победе одной организации. То есть у нас это прописано все в одну стручку. Петр Смирнов в очередной раз напомнил депутатам, что вся история с «Умным Саровым» весьма туманна. Разрабатывали продукт силами телефонной компании «Сарова», которые принадлежали не исключительные права. Депутат предложил разбить эту закупку и не тратить 62 миллиона на один лот, отдавая деньги одной компании. По крайней мере, видеонаблюдение в школах, по мнению народного избранника, нужно вынести в отдельный лот. Понятно, «Умный Саров» стоит быть отдельно, но реально мы сможем сэкономить и тем самым развить конкуренцию среди организаций города, которые у нас не только РИР занимает этим медленным лодением, занимает большое количество индивидуальных предпринимателей, предприятий в городе, которые могут это сделать. И устроен на опцион «Кто меньше предложит, тот и выиграет». Мы сэкономим бюджетные средства. Я не вижу смысла объединять все это в один лот. К этой теме депутаты вернутся на заседание комитета 28 мая. Также они рассмотрят вопросы строительства, реконструкции городских улиц. Канал 16 на своем канале в Ютубе будет вести прямую трансляцию. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров-24. В Центре культуры и досуг РФИА ЦВНЕФ подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший предприниматель». Победители выбирали путем онлайн-голосования, в котором принимали участие горожане, и решения экспертного совета. Подробности далее. Юбилейный год. В Сарове прошел 10-й конкурс «Лучший предприниматель». Соревнования проводили по 8 номинациям. Победителей выбирали в два этапа. Одних путем народного голосования на платформе Центра поддержки предпринимательства в социальных сетях, других отбирал экспертный совет. Так, в каждой номинации было два победителя. Это те, кто самые активные, кто на слуху, кто не боится взаимодействовать с властью, кто может взаимодействовать с властью, чтобы они стали примером для тех, кто еще этого не осуществит, для начинающих предпринимателей, чтобы они могли показать свою уверенность в том, что они делают. В состав экспертного совета вошли представители администрации, городской думы, предпринимательского сектора и средств массовой информации. Результаты конкурса по традиции огласили в торжественной обстановке. В этом году награждение провели в Центре культуры «Досугар» «Фиатвнеев». Мы сделали некое шоу для предпринимателей, для участников конкурса «Лучший предприниматель» и для других гостей нашего вечера. Здесь не только те предприниматели, которые участвовали в нашем конкурсе, но и те, кого выдвинули в департаменты, как меценатов и благотворителей, те, кто внесли значительный плат в развитие города, юбиляры. Мы постарались подготовить для них праздник. Фотостудии, клиники, магазины непродовольственной торговли. В номинации «Лучшее туристическое агентство» победила Кристина Краснова. Ее компанией уже 4 года, но в этом конкурсе Кристина Яковлевна участвует впервые. Я считаю, такие конкурсы очень важны, потому что хочется, чтобы наши горожане, саровчане, видели значимость тех услуг, которые представляют наши предприниматели, потому что вообще на самом деле предпринимательным руками предпринимателей сделано очень много в городе, делается, и очень много достойных бизнесов в нашем городе. Конечно, хотелось бы, чтобы о них знали наши горожане. Весь вечер в адрес предпринимательского сообщества звучали теплые слова от коллег и представителей администрации. Для гостей праздника организаторы подготовили яркую концертную программу. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Центр социальной помощи семье и детям приглашают замещающих родителей на обучающее занятие с элементами тренинга по теме профилактика эмоционального выгорания замещающих родителей. Мероприятие пройдет 9 июня по адресу улицы Куйбышева, дом 8, кабинет 23, начало в 18 часов. С собой необходимо взять маску и бахилы. Справки по телефону 9 8308. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Период, на который работодателям необходимо перевести беременных женщин на дистанционную работу, продлили до 30 июня. Также сохраняются рекомендации для работодателей о переводе на удаленную работу сотрудников в возрасте 65 плюс и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Изменения коснулись и работы организации дополнительного образования, музеев и зоопарков, проведения конгрессно-выставочных и памятных мероприятий. Заниматься в помещениях организации дополнительного образования и спортивной подготовки теперь могут 30 человек. На открытых площадках 50. Муниципальные штабы могут согласовывать памятные мероприятия численностью до 150 человек. В конгрессно-выставочных мероприятиях могут участвовать до 100 человек. Число посетителей в музеях и зоопарках будут рассчитывать, исходя из одного человека на 5 квадратных метров. 28 мая Управление по труду и занятости населения Нижекородской области, а также все центры занятости населения в регионе, проведут прямую телефонную линию «Ориентир». Специалисты ответят на вопросы жителей области об оказании помощи в самоопределении учащихся средних и старших классов, в том числе в планировании профессиональной карьеры в летние каникулы. Звонки будут принимать с 10 до 12 часов. Телефон прямой линии 8 831 234 07 18 Добавочный 342 Телефон центра занятости в Сарове 9 84 60 Футбольный клуб Саров приглашает горожан на первую домашнюю игру в рамках первенства Нижекородской области по футболу среди мужских команд первой лиги. Саровчане сыграют с командой Семенова. Матч пройдет 30 мая на стадионе «Икар». Начало в 16 часов без возрастных ограничений. 27 мая в нашей стране отмечают День библиотек. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день в 1795 году основали первую государственно общедоступную библиотеку России. В 21 веке несмотря на стремительное развитие цифровых технологий библиотеки по-прежнему остаются центром притяжения для тысяч читателей. Даже в век цифровых технологий библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина удается оставаться актуальной. Это и храм знаний в привычном для всех понимании и мультимедийное пространство, отвечающее всем требованиям современного читателя. И просто тихий уголок, где каждый может получить живой отклик на интересующие вопросы. Сюда сейчас приходят люди в первую очередь для общения. А его мы стараемся делать именно необычным, интересным. Но, конечно же, на основе книги, на основе чтения это общение происходит. Сюда приходят для того, чтобы поучаствовать в чем-то интересном, попробовать реализовать себя. У современных маленьких читателей большой выбор источников информации. Это и бумажные, и электронные книги, читать которые можно и на стационарном компьютере, и на смартфоне. И многие родители задаются вопросом, какой формат более приемлем. Для детей, конечно, правильнее читать живые книги. Но мы понимаем, что сейчас такое время, когда мы не можем говорить о том, что надо читать только живые книги, а не читать, например, в интернете. То есть здесь, сейчас позиция библиотеки, что неважно, какую книгу вы читаете, электронную или бумажную. Самое главное, о чем в этой книге говорится, ее содержание. Несмотря на то, что скоро лето, пора отпусков и каникул, сотрудники библиотеки имени Пушкина уже начали подготовку к мероприятиям, в которых может принять участие каждый желающий. В этом году мы тоже подготовили для наших читателей летнюю программу, но мы сменили ее название, и мы теперь готовы будем встречать наших читателей в библионеи. Мы будем вместе с ними рассказывать всевозможные невероятно интересные истории, погружаться в эти истории. Со всеми новостями о предстоящих мероприятиях вы можете ознакомиться на сайте библиотеки. Евгений Зыбин, Евгения Шевцова, служба новостей Саров-24. Воспитанники отделения бокса спортивной школы ИКАР в мае приняли участие в двух выездных турнирах. Из Зубовой поляны саровчане привезли четыре диплома за первые места и три за вторые. Из Сасова наши спортсмены вернулись с пятью золотыми медалями и двумя серебряными. Подробности далее. Данила Тетерюк в свои девять лет провел уже пять серьезных боев. Мальчик занимается боксом меньше года, но уже хорошо себя проявил. Несколько раз он принимал участие в выездных соревнованиях. Последний турнир в городе Сасово принес ему золотую медаль. Первый бой у меня было два боя. Первый у меня как бы матчевая встреча была. Там не поднимали руки, там меня поставили, которая больше у меня вроде ходит. Или, ну, наючок тоже. А второй бой уже финал. Всего на турнир в Сасово ездило семеро воспитанников школы ИКАР. Все они заняли призовые места. Золотую медаль привез и Тимофей Блинов. На соревновании ему предстоял один бой с непростым соперником. Ну, он был сильный и хорошо дрался. Но я ему разбил нос и победил. Тренер Вячеслав Дронов успехами подопечных доволен. После снятия большей части ограничений и возобновлений соревнований наставник старается не упускать возможности и постоянно возит воспитанников на турниры. По его мнению, для того, чтобы спортсмену достичь каких-то весомых результатов, нужно постоянно участвовать в различных соревнованиях, встречаясь с разными соперниками и оттачивать опыт. Результат Вячеслав видит сразу после возвращения с турниров. В первую очередь после соревнований они становятся более дисциплинированными. Ну не сразу, конечно, но более-менее они начинают понимать, где они оказались. До соревнований они вот как в детском садике шалтая-болтая, прыгают, бегают. А когда уже вышли на соревнования, посмотрели, они начинают более серьезно относиться. Летом крупных соревнований не будет, но эти три месяца прекрасная возможность посвятить больше времени спорту. Сейчас юные спортсмены принимают участие в тренировочных сборах и готовятся к новому сезону. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саро-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин